просто вау всем привет ребята вы на канале крипто комманс и это просто какое-то сумасшествие посмотрите на это биток пробил 27 500 то есть сейчас каждый день мы уже растем на тысячу или даже на две тысячи долларов и как вы помните то о чем я вам говорил в одном из недавних видео если вы меня смотрите что волатильность будет увеличиваться x10 то есть те привычные движения раньше которые у нас были там в 100 в 200 долларов теперь это будет движение в 1000 в 2000 долларов потому что мы с вами идем точно по модели stock to flow и вот этот вот индикатор замечательный beam bands на trading view он предсказывает коридор движения цены как раз по модели stock to flow посмотрите на логарифмическом скейле как он точно все время отображал каждый предыдущий пик пузыря и каждое дно медвежьего рынка то есть вот этот коридор который растет постоянно и предсказывает нам движение цены в логарифме если посмотреть детальнее мы видим что пики все время немножечко выходит за его пределы этого серого коридора и дно также немножечко проваливается ниже поэтому это отличный индикатор на самом деле когда мы увидим на недельном таймфрейме в логарифме что свечи выходят за верхнюю границу то это возможно будет индикатор на пик пузыря но опять же пик пузыря в этот раз может даже не дойти чуть чуть до верхней границы поскольку мы видим постоянно уменьшение волатильности и возвратов и при этом замедление этих циклов то есть грубо говоря это можно убрать в этот раз мы можем увидеть что-то такое более изнурительное имение иксовая но все равно это будет больше сотни тысяч долларов концу следующего года хотя опять же по плану b он говорит про 280 тысяч долларов ну вот они вот здесь вот то есть грубо говоря вот точно прям сюда он идет видите и таким же раскладом следующее дно медвежьего рынка мы можем встретить где-то вот в этом районе через года два там 2022 в районе там не знаю 60 80 тысяч долларов то есть как всегда у нас было что следующее дно медвежьего рынка всегда выше минимум в два раза чем предыдущий пик если вы посмотрите из истории но это ладно это сейчас такая спекулятивная модель хотя она отрабатывает как видите просто идеально на самом деле но смотрите в чем прикол это на логарифме а на обычной шкале этот же индикатор бим бэнс спасибо кстати бро из чата не помню как тебя зовут но за то что ты скинут индикатор вообще отдельный мега тебе респект вот если мы посмотрим не в логарифме а обычную ситуацию то вот как это выглядит представляете то есть вот это все наши движения цены да то есть тут надо еще приблизиться все же торгуют вот так вот смотрят типа строят тут уровне типа это потолок уже мы высоко а на самом деле ни хрена мне высоко посмотрите то есть надо вот так все время отдаляться и в обычном не в логарифмическом графике этот коридор нам дает очень много пространства с которым мы можем здесь поработать то есть вот он сейчас уже даже на нынешних значениях верхняя граница находится на 90 с чем-то тысяч долларов но опять же хочу вас предостеречь посмотрите на недельном таймфрейме у нас rsi находится в очень перекупленной зоне который он был только на историческом пике семнадцатого года и до этого в мае семнадцатого года тоже он подбирался к этому уровню то есть сейчас как бы понятно что мы в булране и ждать каких-то серьезных откатов пары саю типа вот таких вот не стоит хотя опять же все может быть был ран может быть другой но как минимум как минимум какие-то коррекции сейчас начнутся и фишка в чем сейчас из каждого утюга начнут орать про биткоин уже начинают по телевидению везде там родственники звонить друзья школьные это что значит что естественно мы увидим в какой-то момент коррекцию на 30-40 процентов ну на 20 минимум а вообще если посмотреть на все предыдущие цикла которые конечно же не повторяются в точности но скажем так очень очень похожи очень 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 похожи себя ведут потому что это не в циклах дела в людях это психология рынка психология людей которые постоянно повторяют одни и те же ошибки наступают на одни и те же грабли потому что вы же понимаете что большинство людей потеряют на этом росте они заработают поэтому давайте с вами не быть в их числе Давайте быть в числе меньшинства и учиться на истории и на своих же ошибках. Смотрите, рост безоткатный не бывает, такой как сейчас. Во вчерашнем видео я говорил, что мы либо сразу откатимся сильно, либо сходим куда-то на 30 тысяч, может быть, даже на 32. Но вот сами посмотрите, мы можем дать еще одну плотную хорошую недельную свечу, может быть, две как бы, но с каждой недельной зеленой свечой, скажем так, математическая вероятность того, что мы пойдем скоро вниз, она увеличивается, что мы пойдем в коррекцию. Поэтому, смотрите, плюс еще ко всему, альткоины настолько сильно задампили, что я думаю, сейчас все повыпрыгивают из альткоинов в минус, я имею в виду слабые руки. И что произойдет? Биток начнет корректироваться или флетить, и у альткоинов появятся все шансы, чтобы тоже начинать догонять биток, и, ну, если не переписывать свои исторические максимумы, то хотя бы подбираться ближе к ним. Ну, то, что мы видим сейчас по альткоину и по эфиру, в принципе, тоже мы видим, что эфир до сих пор с мартовского коронадампа, он на самом деле набрал чуть больше, чем биток в процентном соотношении. Тем не менее, давайте наблюдать сейчас за битком, потому что сейчас мы видим явный сквиз шортистов на биткоине и явный сквиз лангистов на альткоинах к биткоину. Поэтому да, и опять же, я говорю, вернувшись в историю, вот посмотрите, не бывает роста без коррекции, то есть у нас всегда есть хотя бы небольшие, но откатики в этом был ранее. И вот эти вот небольшие якобы откатики, которые мы здесь видим, они на самом деле 30-40% То есть если сравнивать сейчас то, где мы с предыдущим был раном, да, то мы сейчас на самом деле уже где-то вот здесь, потому что мы переписали all-time high, который здесь был в 1200 долларов. И вот что мы сейчас ждем. Мы ждем, что биток в какой-то момент остынет. Опять же, коррекции будут не сразу. Мы можем немножко пофлетить, всех запутать, что сейчас опять будет снова рост. Но в целом потом мы должны увидеть, ну просто обязаны увидеть коррекцию хотя бы на 20, а то и на 30, на 40%. И таких коррекций у нас будет еще несколько на пути к нашим бычим целям в 100, в 200 или даже в 300 тысяч долларов. Поэтому смотрите, сейчас, конечно, как тут скажешь, для инвесторов, для ходлеров все вообще отлично. Прямо сейчас можно покупать биткоин, если вы не переживаете, что завтра он на 40% упадет. Потому что он все равно потом на 400, на 500 или на 1000% вырастет. Вот. А вот для трейдеров, для тех, кто именно интродейт, кто хочет здесь и сейчас урвать с рынка, наверное, сейчас все-таки не лучшее время покупать биток с плечом, а скорее даже уже лучшее время продавать его и начинать набирать шорт. Но если вы умеете аккуратно набирать шорт, и, естественно, это будет не долгосрочный шорт, а краткосрочный шорт с целью поймать там какую-то просадку и быстро выйти. Потому что на бычьем рынке, сами понимаете, все полетит в космос быстрее, чем вы успеете выйти. То да, возможно, имеет смысл начинать набирать шорты, не знаю где, сейчас чуть-чуть взять, по 30, там по 35 ведра расставить на шорт, куда добьет. Но опять же, вы должны рассчитывать свой риск таким образом, чтобы вас не ликвиднуло из серии, даже если мы на 40 сейчас улетим или на 50, понимаете? Потому что любой на самом деле бычий рынок – это тупо ликвидация шортистов. Как бы сейчас шортисты заправляют ракету, и топливо, на котором мы растем, это и есть шортисты. Это продажи розничных инвесторов, которые потом будут покупать дороже. Поэтому опять же, если вы шортить собираетесь, то очень осторожно. Вполне возможно, что вы поймаете коррекцию, сделаете профиты, но ни в коем случае не входите на всю котлету, входите там на 5-10% от депозита и маленькими частями докидывайте, то есть вот эти свои 5-10% от депозита, еще разделите на маленькие части и уже спокойно на них берите плечи, там делайте, что хотите. Но лучшая, конечно же, сейчас стратегия – это не шортить рынок. И даже если вы его шортанули, нужно быстро выходить. А лучшая стратегия – это расставить ведра, на мой взгляд, расставить ведра куда-то сюда, в район недельной и дневной сеток поддержки. Вы можете использовать как EMA Ribbon, так и обычные мувинги. На EMA Ribbon сейчас у нас поддержка должна отработать где-то в районе 16-15 тысяч долларов, если мы туда упадем, в чем уже, конечно, все сомневаются. Но это, кстати, хорошо, потому что сентимент поменялся, все думают, что уже ниже 20 тысяч не упадем, а еще можем упасть спокойно. Так что, еще раз говорю, марджин трейдерам покупать по текущим точно не надо, купите еще дешевле. Но руками вы можете не успеть купить, поэтому нужно ставить ведра. Руками вам будет страшно покупать, когда вы увидите падение, вы либо проспите его, либо где-нибудь будете заняты. Поэтому ставим ведра спокойно. На дневном таймфрейме вот мы видим, что сетка поддержки у нас уже на 19-22 тысячи долларов. Ну вот, грубо говоря, если правильно рассчитывать риски и сильно не плечевать, то можно ставить ведра на 22, 21, 20, 19, 18 и так далее. И все равно в какой-то момент вы поймите, что мы увидим либо флет, либо это, и потом бам, и будет вот такая история обязательно перед продолжением роста. Хотя бы вот такая история, но будет. Это сейчас, наверное, звучит безумно. Мне, наверное, в комментариях будут писать, «Ты чё, чувак, ты всё, был ран». Эти мне уже вчера написал товарищ, что «Грейс Кейл, скупают битки, разве им выгодно коррекция?» Они теперь, типа, будут гнать цену бесконечно. Не бывает бесконечного роста. И, конечно же, им выгодно коррекцию, потому что они хотят дешевле закупиться. Может быть, да, вот такие маленькие коррекции, но потом всё равно будет вот такая штука обязательно. И фишка в том, что, чуваки, может быть, даже вот такая будет штука. Поэтому я сейчас не про точные цели вам вангую, я просто говорю волнами, как бы, сентимент рынка. Волнами, как вся эта штука устроена. Сейчас из каждого утюга начнут орать, все купят. Потом, бам, мы увидим вот это, все начнут продавать. Дальше надо смотреть. Возможно, что опять все начнут покупать или что. Вот тогда мы можем увидеть что-то такое, чтобы совсем всех уже разуверить в битке и потом только полететь в космос. Опять же, это всё может быть через флет, понимаете? Может быть и наоборот. Ну, короче, вариантов тьма. Может быть и вот так, и вот так, и вот сяк. И потом только ещё большая коррекция какая-нибудь. Поэтому обязательно следите за вот этой волатильностью, за этими волнами. Они по-любому будут. Всегда следите за средней ценой биткоина, которая сейчас находится вот примерно на мувингах у нас. Если на дневном, то она вот здесь. Если на недельном, то она, соответственно, будет ещё ниже. Остудите голову, не торопитесь, не делайте поспешных решений. Вот, на недельном она вот здесь. То есть, грубо говоря, между недельным и дневным она вот здесь. И вот, и вот какие-то такие уровни себе выставляйте. Опять же, эти уровни должны расти, потому что цена растёт. И на них как-то можно потихонечку, потихонечку тарить лонг, наверное. Мне кажется, это сейчас самая правильная будет стратегия. На мой взгляд, опять же, я могу и ошибаться. По альткоинам я свои прогнозы не меняю, но, как вы видите, альткоины сейчас окончательно рушатся. Поэтому аккуратнее с ними, как бы большие плечи не берите, и всё будет хорошо. То есть, сейчас в какой-то момент доминация приползёт. Вот, она уже практически приползла. И, ну как, хотя, опять же, мы ничего не знаем, приползла. Она может ещё выше улететь. Поэтому альткоин, опять же, не на весь портфель, естественно, и с риск-менеджментом. В средний срок набирать, я думаю, сейчас достаточно безопасно 100-пудовые альты. Потому что они в момент, когда биток пойдёт во флете или в коррекцию, они реально начнут стрелять сильнее битка. И если у вас есть цель сделать больше битка, то почему бы и нет. Но, естественно, большую часть портфеля сейчас, как мы видим, нужно держать в битке и смотреть внимательно за тем, что будет с ценой, и быстро реагировать. Но если посмотреть на стакан финика, то мы видим здесь, что по 30 тысяч готовы продать 2,5 тысячи битков. При этом купить 2,5 тысячи битков готовы по 22 тысячи, даже больше, почти 3 тысячи. И по 21 уже 3,5 тысячи битков готовы купить. То есть, тут у нас стакан, на самом деле, очень интересная плотность. Покупателей просто очень много. Просто море покупателей, а продавца как бы нет. Но мы тоже понимаем с вами, что, во-первых, финик сейчас не главная уже биржа, просто здесь стакан удобный, чтобы смотреть. И в любой момент это всё могут спуфить, то есть, стенки убирать, выставлять. Поэтому аккуратнее смотрим. Обязательно будет лонг-сквиз. Ну, просто неумолимо будет лонг-сквиз. И мне кажется, мы к нему очень уже сильно приблизились. И вот на этой свечке, панике, ни в коем случае не продавайте свою ходу-л позицию, а наоборот докупайте, 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 потому что мы пойдём снова наверх с вами. И, в принципе, что, я, наверное, всё сказал. Если хотите расставлять вёдра, не забудьте про все партнёрские акции в закреплённом комментарии или в описании этого видео. Новогодний подарок от биржи DUDEX, который дают нулевые комиссии на все пары до 31 декабря включительно. Ссылка на биржу здесь и депозитные бонусы в описании. Но если вам там мало торговых пар, то также есть замечательная биржа FEMIX, где много торговых пар. Есть биржа Bybit, где отлично можно торговать биткомы, фирм, EOS, XRP. Ну и также Poloniex и Binance, естественно. В общем, все ссылки в описании. Лучший обменник для вывода и ввода на территории СНГ – это FastChange. Тоже ссылочка в описании. Не забывайте добавиться к нам в Telegram, посмотреть все вот эти полезные видосы. Прокрутите дальше вниз, посмотрите, здесь очень много полезной инфы. Я думаю, вы зацените. Вот, так что еще раз, ребятушки, спасибо, что подписываетесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Флала, Гринеджо, это канал Crypto Commons. Всем профита обязательно. Не упустите эту возможность, будьте в крипте. И рассчитывайте риски, не торгуйте на все. Ставьте стопы, тейки. И будьте осторожны.